Здравствуйте, дорогие зрители! И вновь с вами очередной выпуск новостей латинского шоу-бизнеса. Как всегда, вы узнаете, что делается на съемочных и концертных площадках. Начнем с Аргентины. Арасели Гонсалес примет участие в новелле «Красавицы» для канала «Тресси». Продюсером будет Адриан Суар. Съемки начнутся в феврале-марте будущего года. Кроме Арасели здесь играют Карла Петерсон, Хулиета Диос и Исабель Масседа. Это истории четырех женщин. Их победы и разочарования. Их отношения с мужчинами и детьми. Адриан Суар очень успешный продюсер. И всегда умеет сделать из любого сценария конфетку. А Форсантес – новелла того же канала. Форсантес продолжает лидировать в рейтингах во многом, благодаря отличному сценарию и прекрасной работе актеров. Среди них Факунда Арана и Гризель де Сицилиани. В минувшее воскресенье первого поцелуя их героев, затаив дыхание, ждала вся Аргентина. И ведь не подкачали, поцеловались как следует. Телефен надо призадуматься над секретом зрительского успеха и научиться у соперников. Наталья Аррера скоро появится в третьем сезоне сериала «Лич». Кроме этого, она активно позирует для различных изданий и продолжает концертную деятельность. В декабре НАТЕ будет петь в Польше. Настоящий электровеник. Так мы и знали, что дома она усидеть не сможет. Колумбийская компания «Караколь» приняла решение открыть производство новелл в Майами. Сценарии будут писать колумбийцы, а съемки будут происходить во Флориде. Первая новелла начнет сниматься уже к концу года. Ну что же, еще один соперник для телемуда и телевизы. И соперник нешуточный, потому что качество колумбийских новелл очень высокое. Чилийская ТВН готовит новый сериал под названием «Вуэль в этом прано». Это социальная комедия, и съемки начались уже в этом месяце. Чилийцы традиционно очень сильны в плане сценариев. Да и актеры у них неплохие. Надеемся, что история зрителям понравится. РНСР и Луис Херонима Абрео исполнят главные роли в новом венесуальском сериале под названием «Карасон Эсмеральда». Судя по всему, это будет обычная слезливая история про красивую и бедную, которая из серии так через 150 станет богатой и страшной. Ну, хотя, может быть, мы и ошибаемся. Ну, а теперь Мексика. Дочь Эдуарда Палома, Фиона, с успехом дебютировала в сериале «Гёссель Гёсса Капулько», которую продюсирует Педро Торрес. Будет очень здорово, если девочка унаследовала талант своего отца. В Мексике давно не хватает хорошей молодой актрисы. Да еще и красавица. Еще один ребенок Эдуарда Палома, Лука, решил посвятить себя искусству. Мальчику всего 13 лет, но он вместе со своим другом Николасом, сыном актрисы Людвиги Палиты, активно занимается музыкой. Вот что значит «Гены». Продюсер Педро Дамиан поделился идеей воссоединить знаменитую группу РБД. Осталось только участников уговорить. Она и собралась замуж. Дульсы Мореи и Майте Перони заняты сольными проектами. А парни тоже как-то погрязли в очень бурной личной жизни. Скорее всего, это будет единичное выступление на открытии чемпионата мира по футболу в Бразилии. А может им понравится, и они решат не расставаться. На Ацтеке закончился танцевальный конкурс «Мексика танцует». Как и было ясно с самого начала, победила Нюрка Маркос. И чего вы еще хотели от профессиональной танцовщицы? Это как на велосипеде ездить. И не хочешь, а выиграешь. Мария Фернандо Епи завершила свой контракт с Ацтекой. Странно, уж очень он был короткий. Габи Спанник вновь сыграет Близнецов в совместной работе Ацтеки и Глоба. Мухерес де Арена, известная в России под названием Тропиканка. Габи хочет повторить свой успех в Уссурпадоре. И сыграть героинь Глори Пирюш, Ракель и Рут. Бог ей в помощь. В ней лично мы не сомневаемся. А вот в остальных актерах Ацтеки очень даже. Пора им в помощь Габи, звезду международного класса, приглашать. На телевизии затишье перед бурей. Рейтинги настолько плачевны, что без слез и не взглянешь. Единственная триумфаторша Натали Лортелье. Уже имеет следующий проект и будет кручить новеллу Делия Фиала Эмилия. По слухам, Натали пригласила на главные роли Химена Наваретте и Даниэля Аренаса. Очень интересный вариант. Два дерева красивых, но, увы, беспомощных в актерском плане. Хотя, может и прокатит. Ведь для большинства зрителей главное – это сюжет. А качество сериала мексиканцев сроду не волновало. А на сегодня у нас все. Ждем вас в следующих программах. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok